рад приветствовать друзья на канале афишинг сегодня поговорим о такой банальной вещи как примотать собственно шнур или леску к шпуле как я наматываю показывал можете посмотреть видео уже не помню каком если не забуду обязательно дам ссылочку где то вот здесь значит это намотки ну и такая банальная вещь для более опытных рыбаков как собственно говоря прикрепить примотать привязать приклеить нашу леску или шнур к шпуле в общем сейчас конечно же перед началом сезона мы все наматываемся все обновляем леску если это нужно и действительно начинающие рыболовы почему-то некоторые стесняются некоторые задают прямо в ю тубе в комментариях вопросы такие некоторые в личку пишут и вы знаете друзья что в нашем сообществе нету никаких с этим проблем мы с удовольствием более опытные рыбаки с удовольствием делятся с новичками никакого троллинга нету потому что я сам помню когда начинались еще форумы всевозможные рыболовные много лет назад если задаешь какой-то вопрос вроде бы совсем простой подвергаешься огромнейшим прессингу троллингу со стороны типа крутых рыбаков как правило это диванные рыбаки но мы не об этом я друзья еще раз хочу сказать вам что если вы начинающий рыболов если вас интересует какой-либо вопрос без никаких проблем спрашивайте и с удовольствием отвечу а сейчас я переведу вас в режим говорящие руки и покажу наглядно как приматываю леску я и через какие тернии к звездам я прошел к этому пути переходим в режим говорящие руки значит изначально друзья я наматывал просто брал шнур либо леску вручную делал пару оборотов и собственно говоря дальше мотал значит этот способ друзья сразу же нужно откинуть потому что при силовом забросе и особенно если мелкая шпуля то есть ну мелкая не глубокая есть возможность повредить руку я слава богу от этого с этим не сталкивался но именно на моих глазах мой коллега по рыбалке именно при намотке таким способом при силовом забросе произошла проворот всей намотанной лески и он повредил довольно серьезный палец я сначала тоже так мотал потом я стал укреплять как сейчас покажу значит вот как правило вот такую либо наклеечку я брал почти на всех шпулях она присутствует либо в кусочек изолентки или кусочек скотча вот так вот я приклеил и потом наматываем собственно говоря способ прикольный потому что нету никаких ни узлов ничего здесь в этой части шпуле и намотка более ровная но друзья если опять же мелкая шпуля и лески наматываются или шнура немного получается что и вот в этом случае я уже раз попал так получается что при провтыкнутой поклевки то проспанной поклевки проспана это так мягко сказано на длинных расстояниях ну скажем мы рыбачим на 100 метровый дистанции на 100 метровой дистанции у нас намотана 150 метров есть вариант что можно проспать поклевку и рыба просто сойдет и именно поэтому я пришел к собственно говоря способу который я сейчас вам с удовольствием покажу очень простой без дополнительных всяких там узлов потому что я видел в интернете там просто сумасшедшие какие-то узлы вяжут там 152 узла смысла в этом нету я делаю обычную петельку восьмерку причем не важно какая восьмерка какая сама петля у вас получится с очень длинная не очень подтягиваю лишний кусочек подрезаю и делаю петлю удалочку друзьям собственно говоря в нашу образовавшуюся петельку вставляю основную основную как бы леску получается и вот получается у нас петля удалочка далее в противоположную сторону одеваю подтягиваю узелок смещаю к нижней части шпы сейчас тоже покажу надеюсь все будет видно и собственно говоря дальше происходит намотка именно при таком способе у нас есть последний шанс но это доводить конечно до такого не стоит доводить не стоит чтобы рыба выматывала всю леску это уже и травмоопасно для рыбы и для нервов рыбака поэтому лучше конечно наматывать леску с запасом собственно говоря ничего сложного на вопросы некоторых начинающих участников нашего сообщества я друзья ответил еще раз повторюсь не стесняйтесь задавать вопросы уверен в комментариях опытные рыболовы выложат свой способ намотки примотки привязки лески или шнура к шпуле присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях это в первую очередь фейсбук гугл плюс и друзья ни в коем случае не стесняйтесь задавать вопросы еще раз скажу канал офишинг в принципе создан с целью с целью делиться опытом между рыбаками иногда даже начинающие рыболовы делают офигенские открытия делают какие-то правильные выводы которые интересно почитать и прислушаться поэтому друзья жду от вас комментариев не только под этим видео но и под любым которым которое вас заинтересует на этом все встретимся на рыбалке встретимся на канале офишинг пока и и и и и и и и и